Так получилось, что человек до ныне не изменился, и он по-прежнему любопытен. И с появлением соцсетей никуда не девалось любопытство людей задавать вопросы. Я часто получаю разные вопросы, и хотела бы, наверное, разом ответить на них, на все. Так будет интересно и моим слушателям понять, что у меня происходит. Все-таки с пандемией мир изменился, и у меня, собственно, тоже все изменилось. Давай, тогда сегодня про сегодняшнюю жизнь, что у тебя происходит? Ну, к своему печальному такому ощущению я развелась. Вот это, наверное, такое самое важное, что произошло недавно. Из хорошего, хорошего много-много новой музыки. Слава богу, она пишется, а значит, моя душа освобождается от всего лишнего. Потому что я так устроена, мне нужно писать музыку, и вообще останавливаться нельзя. Как только останавливаешься, это начинает превращаться в что-то несозданное, а, соответственно, в какую-нибудь болезнь, например. Расскажи, как тебя коснулись вообще ограничения, пандемия и прочее, вот что у нас сейчас происходит в мире? Ой, фантастически коснулись. Мне кажется, вообще многие люди голову перевернули вот так вот с одной стороны на другую. Потому что нас разъединили, по сути, нас всех разделили. Мы каждый в комнатке. И как-то нужно теперь понять, как, находясь в этой комнатке. Ну, понятно, что сейчас посвободнее стало. Все равно есть ограничения. Все, мы уже переучены. Мы уже все дистанционно работаем. Мы уже умеем все записываться. Я смеюсь, как мы на студии работаем. Пожди другу посылаем из диктофона. Там кто-то чистит, что-то кто-то работает. Уже на минималке контакты. Людям, которые привыкли и любят общаться, и заряжаются от общения, это сложно. Это я. Разве у тебя не было некого общения в этих соцсетях или в этих мессенджерах раньше? Это же было и так же? Это было и раньше. Да, но сейчас, во-первых, его больше. То есть из-за того, что я вообще там не нахожусь, люди стали часто писать. Кстати, странный момент. Кто-то считает, что чем больше ты там находишься, тем больше люди тебя спрашивают, тем больше интереса. Я стала просто пулять музыку. Просто музыку пулять, и все. Люди по-прежнему интересуются именно жизнью. Именно как ты живешь, что у тебя происходит, как ты складываешь, почему именно так написала, почему вот в песне такие слова. Это кому мужу адресовано? Это ты сейчас кому написала? Вот такой текст красивый, ты мое тело и душа. Ты там что это имела в виду? У тебя любовь? Ну, то есть люди по-прежнему интересуются. Мне кажется, стало чуть-чуть скучнее с пандемией, хотя в Москве все бодренько, нет? Да я тебе скажу, что это только по телевизору, по-моему, были ограничения, потому что продолжилась вся жизнь замкадом. Смотри, сегодня 31, все на пляжах, я думаю, все вау, зажигают на дачах. Ну смотри, а как вот у тебя повлияло вот все это мировое движение на какие-то твои, с одной стороны, на музыку, наверное, больше времени стало, потому что меньше концертов, а какие-то, не знаю, заработки, если... Они уменьшились значительно. Значительно уменьшились. Как ты можешь анализ какой-то провести? Факап-анализ я могу провести, это полное, потому что... Нет, ну они уменьшились у всех, давай так. Вокруг меня мои друзья, владельцы ресторанов, сетей каких-то, им пришлось не просто потерять миллионы, им пришлось закрываться, им пришлось забирать рабочие места у людей. Я не думаю, что это входило в планы, в чьи-то, но мы все части одной большой системы. Протестовать нет никакого смысла. Можно встать, уехать, как многие сделали, можно остаться в своей стране и трансформировать свою деятельность во что-то другое. Ну вот это я, например. У меня, скорее, сейчас доход небольшой, но он пассивный. Вот, у меня освободилось больше времени на детей, на музыку. Ну и я, кстати, учиться иду еще на психолога, на детском. Хорошо, ты заговорила про детей, расскажи, как у тебя в этой стезе. Слушай, я, это так не модно говорить, да, сейчас все там опять же говорят про ногти, лакшери, еще что-нибудь про новое заведение, которое мы тут про детей с тобой решили поговорить. Дети класс, дети кайф. Дети заряжают, вдохновляют. Старшая уже в институте мультики делает. Вот, все, она на мультипликаторах учится. А младший, он у нас немножко особенный парень, у него аутизм. В России это тоже отдельная история. Ты пробиваешь себе дорогу во что-то новое, в новые форматы существования. Потому что парень не любит коммуникацию, парень любит, ну, скорее всего, программистом будет, еще кем-то, кто сам хочет вкладываться в свой труд, не хочет общаться с людьми, не хочет человек общаться с людьми. И вот я работаю над этой социализацией. Поэтому, собственно, я иду учиться на психолога, чтобы стать ему товарищем, более квалифицированным, в помощь. И поэтому музыка у нас в жизни присутствует, и пианино, и все это тоже, как бы, один из видов терапии такой. Хорошо, вот ты упомянула, что развелась, как бы, ты хочешь что-то прояснить людям? А так удивительно, что, разводясь, ты настолько трансформируешь все то, что было. Я не знаю, это тоже все немодно. Мы поговорим сегодня про немодное, я хочу закрыть, знаешь, все эти вопросы разом. Да, сложно. Да, развалилось все, что вокруг нас было, потому что это была общая, даже коммуникация, даже родственники. Да, но я вот сейчас абсолютно одна, скажем так. Вот абсолютно одна. Братья, сестры, больше ничего не существует. Существует вообще моя новая жизнь. Мне 41. Я по-прежнему чувствую силы, бодрость, молодость, жизнь в себе. Но я понимаю, что дальше я пойду одна. Все уже, что можно было создано вместе. Разрушать друг друга. Нельзя. Ну, то есть, лучше признать, что брак окончен. Я раньше была другого мнения. Я думала, нужно топить до конца, до бабушкинских годов. И вот нести на себе вот это вот кресты. То есть, у меня было такое прям понимание, что что бы ни происходило. А сейчас я подумала, мы все взрослые люди, все осознанные. Да, каждый осознанно выбирает, как ему себя вести, какие последствия потом получать. В моем случае я не жертва. Я это осознанно только сейчас поняла. Я автор. Автор своей жизни. И лучше я ее пересложу, если у меня что-то не получилось. Хорошо. Тогда давай поговорим про твое творчество и про некие движения, там, вот, шоу-бизнес. То есть, как бы, ты сводишь ли ты это в одно? Для тебя это разное. То есть, одно в другое перетекает. То есть, как бы, что это для тебя вообще? Для меня только сейчас это тихо-тихо-тихо становится снова бизнесом. Потому что раньше это было просто творчество. Вот я просто не могу по-другому существовать. Я песни пишусь, там, с 13-14 лет. У меня в РАО огромное количество песен зарегистрированных. Я получаю какие-то авторские. Я писала для других артистов. Но воспринимать в стране Россия, где авторское право вообще не защищено, воспринимать музыку бизнесом, но могут единицы, да? И ты прекрасно знаешь, сколько там, кто там, Тимати, я не знаю, еще пару-тройку человек. Это люди, которые вот бизнес делали. Прям делали бизнес с музыкой долгое-долгое время. Да и то эти люди все в смех. Потом это больше создание бренда, а потом уже на рекламе единицы очень много. Да, скорее, да. Моргенштерн. Это создание бренда. Это создание на потребностях. Люди сами запросили. Такое. Такое себе. Ну это опять же человек играет роль некую. Потому что он под это уже все. Ну то есть, а ты вот для себя как-то продолжаешь выплескивать некие эмоции? Эмоции вот у тебя на душе вот наболело в треке? Или же ты все-таки смотришь, крутишь нос по ветру и смотришь, что сейчас в тренде? Я сейчас начала смотреть, потому что история про наболело. Она тоже должна вкусно быть, красиво. То есть, последнее звучание, если ты послушаешь мое, оно прям сегодняшнего дня. Там очень красивые сведения. Они все сделаны 20-летними, 25-летними ребятами, которые в тренде музыкального звучания, которые слушают новинки и понимают, как сейчас должна музыка звучать. Но опять же, я не собой быть не смогу. То есть, ни Олей Бузовой я никогда не смогу. Я никогда не смогу быть Клавой Кокой. Я никогда не смогу из музыки хотеть сделать жвачку. Я, конечно, не Муслим Магомаев. Ясное дело, что и туда тоже нужно еще дотянуться. Когда ты к музыке относишься вот исключительно по нотам и никак иначе. Нет, но я сажусь за инструмент, и это поток. Между мною и вот там. Я сажусь за инструмент свой. Но ты же гармонию какую-то ловишь там? Конечно, я играю разную музыку, разные гармонии, разные аккорды. И мне приходит текст. Рассвет в душе, все не важно так. Слышу лишь любовь я. Это просто состояние, понимаешь? Это не то, что я никогда не смогу. Хотя я классно... Если мне звонят... Вот сейчас ребята из Питера классные позвонили и сказали, блин, мы хотим, чтобы только ты была на припеве. Мы готовы заплатить. Ну, типа, пожалуйста, давай, включись и сделай творчество. Такие коллабы тоже есть. И главный подход... Люди расценивают это как труд. Они... Слушай, а давай ты там со всеми пела, и у нас тоже на припевчике споешь. А что тебе стоит там? Знаешь, такое тоже было. И такое мы тоже прошли. Поэтому сейчас я отношусь к этому как к своему труду. Это мой труд, да. Он продается. Собственно, можно так сделать, можно так. Я могу как автор сработать, могу какой-то припев вам написать, как соавтор сработать. Могу продать авторские права, могу отдать авторские права. Ну, то есть ты уже подходишь к этому как к бизнесу. Хорошо, сегодняшние молодые короли, это кто? То есть ты как-то следишь вообще, что там происходит? Слушай, я такая древняя. Я вдруг себя поймала на том, что молодые короли, но для меня лимба. Разве не крутой чувак? Казахи вообще рулят. Что творят? Рахим, лимба. Очень модные. Мне кажется, переоцененным Элджей, но это вообще другая музыка, это электроника. Я ее не понимаю, возможно, просто. Может быть, он классный и крутой, но я ее не понимаю. Ну, ты имеешь в виду, где там уже смешение стиля идет или что? Да, я, наверное, не понимаю всю эту эстетику японскую. Это дико понимает люто моя 19-летняя дочь. Она влюблена в эту эстетику, аниме. Она все это понимает. Она мне говорит, мам, вот это слово переводится вот так. Это значит, что ты не понимаешь, что это сленговое слово. А это вообще из языка. А это значит вот это в русском. А я не понимаю. Я понимаю, что я это уже пропустила. Компьютерные игры я пропустила. Я взрослая тетя. И не мальчик, все-таки тетя. Японскую эстетику я пропустила, а это Элджей. Все-все намешано. Компьютерные игры, японская эстетика. Я не могу заценить. Кстати, он же тоже уже взрослый парень, да? Ну, он не то чтобы 20-летний. Там какой-то тоже. Но уже есть помоложе, скажем так. А вот кто сейчас модный? Типа. Ну, насчет мод, нет. Ну, как бы здесь, в стриминговых, в этих всех темах, там же все сейчас по-другому считается. Сейчас нельзя посчитать, кто-то там миллион дисков продал, потому что не продаются диски. Отвратительная система. Кстати, старая система разрушена, да? Шоу-бизнес, музыка, продажи, клики. Все, что раньше было. Я помню, как нам говорили, черт возьми, в 2000-х. Ребята, вы выпускаете, вы история. Вы выпускаете последние диски. Позавчера приехал на встречу парень, который будет заниматься менеджментом по концертам. И он привез мне книги, диски на подпись, на автограф. Я когда увидела этот продукт, книги, диски, я говорю, блин, мы с тобой такие древние. Он говорит, ты не понимаешь, я это все хранил. Это вот с такого фестиваля, это вот с такого. Это у меня лежит там на полке. Он приехал с рюкзаком с огромным вот этого всего, что он хранит. А сейчас таких носителей даже нет. И нам говорили... Нет, ну, ты знаешь, сейчас именно это работает в локальном виде у фэн-базы. То есть, как вот до пандемии, те, кто гастролировал, они могли себе позволить делать лимитированные тиражи, лазить по концертам. Ну и плюс, естественно, фэн-базы, это, грубо говоря, по почте рассылать. То есть, те, кто этим занимается, у кого есть действительно объемы, они этим потихонечку занимаются. Хотя, судя по отзывам в сети, там все, ну, как бы выросло уже не одно поколение, которое вообще с носителями даже не сталкивалось по жизни вообще. Я вообще себе, знаешь, что разрешила замедлиться. Мы жили в лютой скорости какой-то раньше. Вот это вот бегание, когда ты за один день и на концерте, и на записи, и на съемку, и на интервью успел, и три часа поспал, и еще бодро себя чувствуешь, и еще куда-то бежишь. Ну, это возраст, конечно, безусловно, с ракетом чувствуется, да. Но нужно замедлиться просто ради качества всего. Ну, знаешь, что еще есть такой момент, что все-таки молодой слушатель, в большинстве, они не прошаренные, они не качают с торрентов или с интернета, они на подписки. То есть, они все-таки платят. Я сама такая, типа, подписка, а там тебе же эти листы загружают. То есть, я даже посмотрела, у меня есть свой там плейлист русский, условно. Я изучаю, кто там что последнее сделал, тра-та-та, и собирается вот этот плейлист, и он как-то замиксовывает мою же музыку сингловую, новую. Я сейчас только синглами работаю, никаких альбомов. Мне кажется, время альбомов ушло. Это мое личное убеждение, что музыку нужно пулять быстро. Раз в месяц трек, раз в две недели трек, раз в две недели трек, раз в месяц трек. Вот так. Потому что все быстро меняется. Посмотри на рекламу. Я, правда, не знаю, кто телевизор смотрит. Кто-то еще смотрит телевизор? Не, ну реклама, она же есть в интернете, поэтому здесь она-то везде. Ну да. Банальные баннеры, контекстная реклама и прочее. То есть, ты сидишь, разговариваешь, что-то упоминаешь, а это тебе потом две недели рекламируется. То есть, это уже большой брат сидит, и это было бы странно, что он не монетизировал эту область. Ну, кстати, да. Чего мы, пупсики нами управляют по полной программе. Хорошо, тогда что для тебя вот в жизни у тебя происходит сейчас изменение? Да. Как-то для себя некий нараспутье, не знаю, как это назвать. Мне кажется, да. Ну, ты вот, ну, как можно сказать, там, жена или звезда? То есть, девушка должна быть звездой или кем она будет на втором плане? Что вот эти вообще? Ты знаешь... Продисерские проекты или что это вообще? Я, знаешь, какой анализ провела? Что я пыталась быть всем одновременно. Это такая ошибка. Я вижу женщин, которые пытаются быть всем одновременно, и она мама, и инстаграм она ведет, и она жена идеальная, и она шею зарабатывает, а еще она роскошно выглядит, а еще она стройна, а еще возраста не видно. Это какой-то робот, которого изобрел большой гад. Он где-то существует в инстаграме, девочка делает снимок, выключает, а потом она долго плачет у психотерапевта. И вот этого бэкграунда никто не видит, понимаешь? А это существует. И таких уже очень много, они там и кончают жизнь самоубийством, они умирают во время делания селфи. Ну ты же слышала эти истории, их много уже по миру. Ну ты имеешь в виду, которые опасные селфи, которые делают. Опасные селфи, опасные... Да нет, жить так опасно вообще. Вот, типа, столько ролей на себя брать, это не здоровая фигня, это как расщепление личности такое. Я сейчас психологию изучаю, мне о тебе не могу сказать. Ну это все диполярные расстройства. Да, да там много названий у этих расстройств. Там мама, которая бесконечно с котлетами, но с сигаретой в руке, и при этом она орет. Эй, ты, ты собаку выгулил! Это тоже нездоровая модель, понимаешь, что такие тоже рядом есть. Они искренне считают себя здоровыми, абсолютно. Но это просто разные виды деформации личности. Вот все, что с нами произошло в беготне. Вот я считаю, что первое, что нужно сделать, нужно замедлиться. Просто замедлиться. И понять для себя, вот я себе говорю, что для тебя на сегодняшний день важно. Для меня на сегодняшний день важно, чтобы в моей жизни обязательно была музыка, духовность, дети. Ну, приоритеты ты расставила? Нет. Или как? Духовность, дети, музыка. Тогда приоритеты таковы. Потому что если человек не связан с Богом, все будет ломаться. На год, на два ты будешь выстраивать, ну, все будет ломаться. Духовность должна присутствовать. Нужно понимать, что ты стараешься быть лучше каждый день. Ты каждый день работаешь над собой. И сегодня ты немножечко лучше, чем вчера. Завтра ты немножечко мягче, чем вчера. Сегодня ты поработала над своей злостью. Завтра ты над своим раздражением поработала. Понять, что люди вокруг тебя разные люди. Вообще неважно. Посмотри, как сейчас изменилась Россия. У нас опять очень много, большой приток людей с СНГ, да? Как будто бы большой отток людей местных. Они все там куда-то в Европу уехали, еще куда-то. То есть опять меняется. Представляешь, если злиться на все это? Злиться на людей. Злиться на все изменения. Не понимать их, не принимать их. Вообще всю социалку не принимать. Будет просто плодиться за расстройство и все. А мне иногда так страшно на улицу выходить. Там столько агрессии. Мы вчера просто закрывали окна со всех сторон, потому что там драка. С той стороны во дворе была. Со стороны дороги была драка. Люди все что-то не могут поделить. Казалось бы, лето, жара, шашлыки. Жарьте, расслабляйтесь. Кстати, музыка орет. Я не знаю, может, они в жару перепели. Ну, мне кажется, нам в России нужно чуть-чуть добрее быть. Как ты думаешь, почему вообще выезжают? Я сейчас не про... Я сейчас прям про 24 февраля. Почему люди после этой ситуации... Это люди истории не знают? Это люди не следили за конфликтом? Или это люди проснулись за последние 20 лет? То есть у меня есть ощущение, что в стрессе и в диком желании «Ах, какая агрессивная Россия!» уехать оказались люди просто необразованные. То есть нужно было совсем не понимать, что происходит. Я как бы 8 лет следил, что происходило там. И поскольку это началось, это видно, что это начато, чтобы это закончить. Поэтому здесь надо, это знаешь, как... Это назревало просто в такой форме. Здесь то, что люди... Многие вообще побежали, не знаю, туда вообще. У них нет условных квартир, там, не знаю, счетов. Или поехали с карточкой и 100 долларами, и еврами. Но оказалось, что там... Отрубили-то... Они не понимают, что война идет не там... Вообще со всеми. Отрубили же карты. Они здесь работают, а там нет. Единственное, что неприятно, вот, конечно, как детям все объяснять. Потому что объяснять детям, что любая агрессия – это нормально, это не прикольно. А сейчас просто исторический период довольно агрессивный, в котором мы живем. Давай все-таки немножко вернемся к творчеству. К артистам. Вот. Что ты для себя вот сейчас... К чему ты приходишь? То есть, что для тебя важнее? То есть, там... Редко, но метко? Или много, но по чуть-чуть? Я думаю, что мой вариант – это редко, но метко. Музыку выпускать нужно часто. Потому что она пишется, она идет изнутри. А концерт, скорее всего, редко, но метко. Потому что это должно быть грамотно организовано, вкусно звучать и приносить деньги. То есть, заниматься кабачной историей – это вообще не мое. И вообще я уже это прожила. Понимаешь, эти периоды все, когда ты и на частном самолете, и на частном самолете, вы летите, экономы, не экономы, вы постоянно куда-то летите. Я все это прожила уже с Кириллом Толмацким. И как там было сытно и богато на вот эти впечатления. Вдруг в сорокет хотеть того же самого, ну, это странная история. Пускай это останется для Лимбы, Рахима и всех этих молодежи, которым это голодно до этого. Хотя, мне кажется, уже сейчас так по-другому все устроено. Не, мне не интересно это. Метаться так, чтобы уставать, ради чего. Никто так уже не работает. Ты правильно до этого сказал, что шоу-бизнес, он вообще весь переформатировался. Все делается максималки на построение бренда. Либо бренда компании, которая владеет пятью звездами, либо локально бренда звезды. Что ты хочешь что-то про Кирилла Толмацкого, что-нибудь рассказать? Как у тебя, я не знаю, то есть, ты уже... А я не рассказала еще? Нет, вот ты сейчас его упомянула, поэтому мы к этому как бы немножко возвращаемся. То есть, вообще, ну, у тебя в творчестве же есть совместные треки, то есть, вот эти были какие-то гастроли, вот ты сейчас упомянула. То есть, сейчас уже прошло пару лет с его ухода. Какие-то у тебя, не знаю, осмысления того, что было при его жизни там. То есть, какие-то вот у тебя мысли до, после вот это все. Да, ну, больше философские уже чувства, эмоции притупились. Первый год я просто плакала целый год. Вообще не в адеквате. Я просто целый год ревела. Я анализировала, почему это, почему то, почему тут так случилось, почему у меня слишком была с ним близкая связь. Я не могла отпустить, принять вообще всю эту историю. Почему так, почему так рано, да как же так. Следующие два года я лечила себя и терапевтировала. Это для меня сильная потеря. Я не знаю, вообще, для родственников это такая же потеря, как для меня. Мне кажется, у меня неадекватная любовь к нему была. Слишком сестринская, слишком я за него, сердце у меня болело, из-за него переживательно было. Сейчас я философски на все смотрю. Я похоронила всех друзей. Мне всего 41, я похоронила всех друзей. Всех, к сожалению, к сожалению или к радости. У меня друзья всегда были мальчики. Вот, и всех моих друзей из моего детства я похоронила. Кирилл был самой больной потерей. Ну, сейчас я просто продолжаю жить. То есть, может мне бы в этот круг и МС молодого ввести? Конечно. И какие-то просто из твоего круга общения, да? Или тоже музыканты еще? Нет, нет, это Дли, это молодой, это, может быть, кому-то сейчас странным услышится, но это Ератмир, который как бы, как будто бы только друг Тимура Юнусова. Но на самом деле мы очень дружили. И за две недели до его смерти мы вообще очень сильно поговорили об этом конфликте между ребятами от Тимура и Кирилла. И мы встретились на студии и записывали. У нас была работа коллаб, то есть тогда не было еще Блэкстара. И студия Тимура Ильдаровича пригласила меня написать женские партии для их заказа. То есть у них был заказ для девочки альбом, и нужно было женские партии прописать в пять песен. Ратмир и я писали эти вокализы, эти все партии с текстами вместе. И там мы очень сдружились. И этот человечек оказался таким добрым, таким чудесным. И вся его музыка, и все его... Ну, это невозможно вообще. Мы не просто дружились, мы какие-то были. Мы такие дети все были. Мы там что-то рябели вместе. Типа, почему так? Почему все в ссоре? Почему мы не можем нормально работать? Почему мы с разных входов заходим на концерт? Что за конфликты? Почему мы часть этих конфликтов? Почему ребята не могут помириться? Мы очень сильно так, знаешь, поговорили. И потом клуб «Жара» — это тоже тогда промоутировал Тимур, Пашу и Вальтер. Они пригласили меня выступить с сольным концертом. Сразу буквально после этого коллаба. То есть какие-то шажки все равно были все время, чтобы воссоединиться, чтобы как-то иметь друг к другу отношения. И не хочу сейчас опять глубоко уходить. В общем, это все мои друзья. Я искренне считаю Дима, Ратмир. Это все люди, которые коснулись сердца. Когда ты хоронишь, хоронишь, хоронишь. Это с детства только и хоронишь бесконечно всех. Там еще моя подруга близкая, которая разбилась в то же время, в тот же год. Потом Джефф Сережа. Ты его тоже прекрасно знаешь, скорее всего. Делюкс промо-групп, Кулагины, Серега, Джефф. И уже после Сереги или Трюк. И это уже совсем как-то. Джефф или Трюк. Это совсем уже было натипану сколько можно. Опять. Хорошо. Ты вот заговорила, что записывала партии для других артистов. А вот для тебя артист это автор или просто исполнитель? То есть как бы в шоу-бизнесе там есть бренд, название группы, а там лица даже не важно бывает. Я очень жесткая в этом. Для меня артист это исключительно автор. Поэтому я так уважаю американскую всю эту построенную систему. Потому что там в основном авторы, звезды. Там нет системы. Нет, она есть, безусловно. Все мы знали Бритни Спирс. И у нее были сплошные черные ребята, авторы. Которые потом впоследствии от Фаррелла Уильямса до Тимберленда. Тимберленда, да, и все мы знаем Джастин Тимберлейк, который является автором. Белый, по-моему, единственный. Ну, во всяком случае, их максимум 2-3-4 человека из молодых. Вот таких. Но они уже, опять же, тоже не молодые. Именно по 40 лет. Для меня в том детстве это были молодые. Вот. Но там система больше построена на том, что ты пишешь. Алишия Киз до сих пор звезда. Бейонсе звезда. Это неоспоримые. Нео, Марио Вайландс. Это все были звезды того времени. Они писали, они были авторами. Тупак, автор. Джей-Зи, автор. Джарул, автор. Там все. Фаррелл Уильямс, полностью автор. От музыки. Они все и пианисты образованные. Кани Уэст. Несмотря на его расстройство. Автор, прекраснейший автор. Такие крутейшие произведения у нас стояло. Хип-хоп. Ну, мы сейчас просто про хип-хоп говорим. Хорошо, тогда давай твой путь, вот ты сейчас анализируешь, он как бы достойный или, не знаю, ты уже успокаиваешься или ты все-таки видишь какие-то новые горизонты куда-то ты хочешь еще прыгнуть, шагнуть выше? Хороший вопрос. Конец или начало, да? Всегда начало. Ну, то есть ты перелистываешь страницу вот это? Я перелистываю, сто процентов. И как бы, как с белого листа, но все равно ты хочешь что-то новое или выше. Да, я хочу что-то новое. Я хочу выше самой себя прыгнуть, сделать что-то лучше, качественнее. Но, честно, без фанатизма. Раньше был фанатизм. Сейчас, то, к чему возвращаемся в начало интервью, я очень хочу замедлиться и лучше сделать качественнее. Ты знаешь такого артиста, Илья Киреев? Ну, есть такой, да. Он сживился там, исполнял. Ты слышишь, что он творит? Он периодически затихает. Но альбом Легендариум, это бомба. Он тоже мог бы сказать, ну, слушай, я успокоился. Ну, не берут меня на федеральные каналы. То я толстый, то у меня волосы длинные, то я неправильно бритый, то, короче, я им всем не формат. И слишком у меня мелизмы черные. И, короче, надо успокаиваться. Но он едет на Байкал куда-нибудь со свекром на рыбалку, перезагружает мозг, а потом приезжает садиться на фортепиано и делает такой альбом Легендариум. Я послушала этот альбом. Я ничего достойнее вообще на сегодняшний день в России не знаю. А Чумаков Леша, хоть это и поп-музыкант. Посмотри, что он творит. И они перерождаются постоянно. То есть они сами себе говорят, билан. Ну, как бы я не фанат именно музыки. Но фанат перерождения. Человек не успокаивается. Потому что уже столько со спиной. Уже все награды привез 25 раз. И понимаешь, и он все равно ищет звучание. Зиверт. Ну, нет. У нас есть вот человек 5-6. Вау. Который просто смотришь и говоришь, вообще, ребята, вы класс. Классно, что вы есть. Нет, ну, то, что видно у людей запал, как бы вот он есть. То есть понятно, что... Ну, я к тому, что... А кто мне мешает отдохнуть и вновь сделать музыку, как и Илья Киреев, там, сделать пластинку какую-то фантастическую живым музыкантам. Мне же никто не мешает. Пускай попробуем. Ну, то есть для этого ты, не знаю, там, собираешь или ищешь каких-то из людей? Да, конечно. Ну, то есть какой-то уже начался или ты пока только в поиске? Ну, я уже нашла. Просто есть свои жизненные моменты у всех. И этот год не был простым ни для музыкантов. Ну, послушай, все сидели в опе конкретной. И мы пытались найти пути. Очень много музыкантов как-то, Теона, Дольникова, просто покинули страну. Уехали. Сами музыканты даже, клавишники, гитаристы, их тоже всех нужно найти. Я же не могу, там, знаешь, Гнесинку, выпускников Гнесинки брать, ребяточек. То есть это должно быть тоже профессионалом. Я, короче, вдохновлена очень Киреевым, его Леджендариум, инструментальный альбом. Это прям то, что мне хочется. Хорошо. Ты видишь, ну, некое свое напоминание людям, в какой форме, вот кроме синглов, какие-то клипы будешь снимать или что это вообще? Да. Ну, сейчас осенью будет. На рассвет сначала. Ну, там еще несколько. Нет, ну, с прошлой осени я записала уже 7 синглов, еще 3 выйдут. То есть уже 10 песен с прошлой осени. Но они должны визуализироваться. Вот мы будем снимать клип, и параллельно я буду допуливать еще новые песни. Так у меня новая программа перерождается. Ну, это уже можно и компоновать в конце альбома. А, я думаю, ты говоришь, концерт. В конце как бы вот эти вот синглы, клипы. Я не хочу альбомы, понимаешь? Альбом... Нет, пускай синглы пуляются. Как-то они появились. То есть, получается, мне нужно перекомпоновать ER, да, и еще раз выпустить альбом с тем, что уже лежит как синглы. Ты так не можешь сделать. У тебя есть юридическое... Нет, у тебя есть юридический UPC, который тебе выдается, а там американской площадкой, российской площадкой. Это как бы код, юридический код песни, трека, да. Это не можешь взять... А ты разве, если ты автор-исполнитель не можешь, свои же треки как сборник сделать? Разве так нельзя? Ну, кстати, Влад Валов меня звал на сборник. Я ему сказал, что они вышли. Он сказал, ай-яй-яй, давай мне что-нибудь, что не вышло. А, значит, человек знает, что говорит, юридически это должно... А, ну, силовая, да, тему, понятно. Мне казалось, что, грубо говоря, ты же это выпускаешь как какое-то, не знаю, условное ООО, там, или ИП, или там какой-то там лейбл, или что у тебя там... Ну, не будем сейчас... Да, да, но имеется в виду, что, мне кажется, надо просто тебе технически уточнить людей. Нет, материал-то бой. В этом всем нет проблем вообще. Я не считаю, что нужно копипастить себя и тратить вообще на это время. Я считаю, что моя версия мне подходящая. Это выпускать сейчас синглы, а альбом подготовить, скорее всего, инструментальный уже. Ну, надо расти. Не, ну, понятно, но всегда можно же для себя хотя бы просто, раз у тебя есть там 10 треков даже, можно напечатать 300 дисков на тех лет и концертах. Да, я тебя умоляю, но люди пластинки выпускают. Ну, может быть, не знаю, мне пока не интересно. Надо, наоборот, развивать более скоростное распространение. Не, ну, стриминги и платформы, это все понятно. Имеется в виду, что как-то, знаешь, как, если у тебя есть все-таки какая-то база твоих слушателей, поклонников, которые за тобой следят не последние пару лет, то можно им как бы так подарить какой-то, или сделать клич, что они, может, футболки хотят, диск, может, все. Может, может, это еще не проблема, это все под концерт можно сделать очень быстро, напечатать эти 300 дисков слои. Ну, что, может, все? И папа. Ну, что, может, все? Рассвет в душе, все неважно там, слежу лишь в любовь. Плыву на свет, отпуская все, я рождаю сновь. Любовь сильнее ночи, небо устало впрочем твердить, но это снова и снова. Мы готовы любить, мы готовы любить, мы готовы отдавать, мы готовы принимать, свое сердце открывать, отдавать и принимать, мы готовы любить. Любовь сильнее ночи. Небо устало впрочем твердить, но это снова и снова. Мы готовы любить, мы готовы любить, мы готовы отдавать, мы готовы принимать, свое сердце открывать, отдавать и принимать. Мы готовы любить, мы готовы любить, тебе и мне. Хочется того же, мы дышать не можем. В войне, внутри и вне, правых быть не можем. Пусть любовь, пусть любовь поможет нам понять, где там любовь сильнее ночи, небо устало впрочем твердить, но это снова и снова. Мы готовы любить, мы готовы любить, мы готовы отдавать, мы готовы принимать, свое сердце открывать, отдавать и принимать. Мы готовы любить, мы готовы любить. Ну, как бы у нас любовь и бедным духом, наверное. Мы готовы constructange вернет, это всегда освободено, как эта любовь дом и вне с полened смущем, Небо устало впрочем твердить, мы это снова и снова. Мы готовы любить, мы готовы любить, мы готовы отдавать, мы готовы принимать, свое сердце открывать, отдавать и принимать. Мы готовы любить иеть. Становит желание Прямо через остание На планете все, как было светло с новостоперия Становит желание